Сегодняшний вебинар посвящен работе с надрусками в модуле TED и в особенности расскажу про основы прямого динамического анализа во временной области. Меня зовут Ольга Анастасия, я являюсь специалистом программного комплекса SOPHISTIC компании PSS Brightback. Итак, серия вебинаров МК «Анализ и страниц» посвящена программированию в текстовом редакторе TED на внутреннем языке программирования CAD-IMP. Основная задача данной серии вебинаров – познакомить пользователей, которые хотели бы начать программировать в SOPHISTIC, познакомить их с основным функционалом TED для того, чтобы помочь им легче изучить данную область и начать с ней работать. Почему так важен язык программирования CAD-IMP и TED, это потому что с его помощью пользователю открываются намного более широкие возможности использования программного комплекса SOPHISTIC. То есть то, что есть в программическом интерфейсе, это на самом деле только малая часть того, что в действительности можно достичь в SOPHISTIC. И на самом деле в ней очень много интересных расширенных функций. Структура вебинаров в данной серии следующая. Сначала идет теоретическая часть, объяснение каких-то основ TED для начинающих. И далее идет практическая часть, то есть какие-то продвинутые примеры уже для опытных пользователей с использованием данного функционала TED. В первой части данной серии вебинаров я рассказывала про создание моделей в TED и также показала возможности работы с объемными элементами в связке с SOPHISTIC+. То есть как можно быстро создавать объемные элементы на основе автокад и связке с SSD. Сегодня мы перейдем к следующему шагу, к созданию нагрузок и комбинаций в модуле TED. И прежде чем перейти непосредственно к описанию данного функционала, к демонстрации примеров, немного расскажу о компании PSS-3Tech. Эта компания занимается на внедрении и экспертной поддержке технологии информационного моделирования BIM, проектирования и строительства. PSS-3Tech имеет более 20 лет опыта работы с инвестиционно-строительными, дебилерскими и проектными компаниями. По направлениям деятельности сейчас активно развивается поставка программного обеспечения, такого как Nanocad, Ringo, PetroCAD, Model Studio, в том числе и SOPHISTIC. В этом случае проводится активно консалтинг и обучение в области эффективного использования SOPHISTIC, консалтинг и внедрение среды общих данных, а также у нас имеется платформа онлайн обучения KiloNewton, на которой также представлено три курса в общем доступе по SOPHISTIC, где вы всегда это можете изучить. Сегодня наш вебинар посвящен нагрузкам. В предыдущем вебинаре я рассказывала о создании геометрии модели, создании узлов, стержней, основных принципах работы по созданию модели в модуле TEDIN с помощью KODEMP на примере WDDM. Вот такой простой рамы. Сегодня мы продолжим работать с этим же примером в первой части вебинара, и я расскажу уже, как можно прикладывать нагрузки с помощью языка KODEMP. Это в основном модуль SOPHILOT, а также расскажу про модуль MAXIMA, который отвечает за формирование расчетных сочетаний усилий. И остановлюсь на вопросе создания расчетных сочетаний нагрузок и способов того, как можно создавать RSN с помощью модуля TEDIN. Во второй части вебинара мы рассмотрим понятие нестационарных нагрузок, то есть нагрузок, меняющихся по времени, не по гармоническому закону. Расскажу про специальные типы нагрузок в Fondelux SOPHILOT, как можно прикладывать нагрузки с помощью массивов точек, то есть, например, какую-то аксиобатраму. Ну и, естественно, если мы рассматриваем стационарные нагрузки, это динамический анализ. Также расскажу про основы того, как можно этот динамический анализ выполнять. В SOPHISTIC существует два основных модуля для работы с нагрузками. Первый – это модуль SOPHILOT, и второй – это модуль MAXIMA. Именно их сегодня мы и рассмотрим. Модуль SOPHILOT отвечает непосредственно за создание нагрузок и воздействий. У него также есть широкая, достаточно расширенная библиотека каких-то специальных нагрузок, транспортные и подвижные нагрузки, петровые спектры, различные волновые нагрузки, гармонические нагрузки и так далее. Также там возможно создание несационарных функций нагрузок, то есть буквально задание тех или иных нагрузок по пользовательской функции, то есть подвижение каких-то массивов данных, например, это точки аксинограмм, которые потом будут подвижены в программу как функционарную грузку, и ее можно будет дальше уже использовать для динамического анализа. А модуль MAXIMA отвечает уже за формирование расчетных сочетаний усилий, или, если точнее сказать, за линейную суперпозицию результатов. Важно отметить, что модуль MAXIMA не позволяет формировать расчетное сочетание нагрузок. Для этого также можно использовать либо модуль SOFLOAD, либо модуль ASI. Но что в MAXIMA очень полезно, так это различные пользовательские настройки, то есть очень большие возможности для пользователя создать те или иные правила сочетаний. Настройки очень гибкие, и можно создавать различные шаблоны, можно формировать различные группы, где по-разному совершенно сочетаются результаты между собой, и также результаты потом опять там повторно суперпозировать. И это все позволяет добиться соответствия российским нормам, в частности СПМ, нагрузки и воздействия. И можно, соответственно, в дальнейшем выполнять ваши расчеты согласно российским нормам. Итак, переходим к интерфейсу TED и начнем рассматривать функционал базовой команды модуля SOFLOAD, как можно создавать с помощью вот такого простого программирования нагрузки в текстовом редакторе. Открыла файл, с которым я работала на предыдущем вебинаре, и сейчас нам необходимо задать здесь несколько нагрузок. Для этого вызываем модуль SOFLOAD, пишем название данного блока, и сразу начнем с первой важной команды, команда ACTION, то есть создание веб-действии. Первое воздействие – это будет наш собственный вес. Нажмем на справку F1. Собственный вес по умолчанию в SOFISTIC обозначается буквой G. NextPrincipal. В принципе, все соответствует тому, как это создается в SOFI+. Пишем название. Вот в такой записи мы создали наше воздействие. Постоянные нагрузки, либо в собственный вес. Можно также создать дополнительную категорию внутри данного воздействия. Нажмем на кнопку F8, скопируем строчку, и вот с помощью такой записи можно задать категорию воздействия. Подробно о том, что такое категория воздействий, о правилах сочетания, что такое параметры partition, superposition. Я рассказывала в вебинарах, в своих предыдущих вебинарах, позже дам вам ссылку, покажу, где это можно искать. Там очень подробно описан процесс создания осчетных сочетаний усилий, все обозначения разобраны, и также разобран шаблон для создания РСУ по российским нормам. Так, когда мы пишем G, нижнее подчеркивание 1, это у нас категория внутри воздействия G. Далее мы можем присвоить параметры, коэффициенты сочетания. В данном случае гамма-у, гамма-ф это коэффициенты надежности по нагрузке unfavorable и favorable. это все коррелирует с понятиями еврокода. В SOPHISTIC внедрены основные коэффициенты по нашим российским нормам, но зачастую этого недостаточно. Поэтому необходимо разбираться, что обозначают все вот эти коэффициенты. например, в еврокоде есть перебор по благоприятным и неблагоприятным коэффициентам надежности в российских нормах нет, рекомендуется оба эти коэффициента выдавать равными друг другу. По крайней мере в ПДС. Насколько я знаю, что в мостовых сооружениях там есть такой перебор. следующее воздействие, которое нам нужно составить, это наши временные надпуски. Это буква Q. Будет временные либо полезные. Полезные надпуски. Коэффициенты надежности тоже оставляем такими. И последнее, что я бы хотела показать, это создание ветровой на русский. Для этого есть отдельная буква в категории буква W. Также есть для снега аналогично, для землетрясения и так далее. В принципе, все, что вы видите во-первых, в пособии, во-вторых, в модуле в СОВИ-класс, менеджеры воздействия и закряжения, все также здесь дублируются. Единственное, что хочется отметить, это коэффициенты сочетаний ПСИ-ноль, ПСИ-один и ПСИ-два. Это немножко разные понятия от СОВИ-класса в ПИ. Это также отсылка к еврокоду. И в чем основное отличие, я покажу немножко позже, когда мы уже выведем отчет по РСУ. Но я бы хотела обратить внимание, что вот эти коэффициенты, в них необходимо все-таки разбираться, нужно понимать логику программы. И зачастую, если вы пишете что-то по российским нормам, необходимо вручную прописывать, как, например, здесь я прописала. Следующий тип команды можем здесь отметить это создание воздействий создания воздействий и создания загружения или нагрузок. Команды loadcase, то есть добавление того или иного загружения. loadcase первая позиция это номер loadcase в котором он будет вводиться во всех графических результатах. Тип тип loadcase мы прописываем его воздействие, которому оно соответствует. что воздействие может быть одно, например, ветер, ветровые нагрузки, а в случае загружения там может быть несколько, то есть ветер в нескольких направлении. Например, 4 ветра, 4 loadcase в одном загружении. В данном случае первый loadcase будет собственный вес, тип записываем G, ничего необычного. здесь для того, чтобы активировать собственный вес, мы прописываем фактор конструкции, то есть коэффициент конструкции для собственного веса. То есть таким образом мы активируем собственный вес. аналогичные строчки значения прописываются в SophiePlus менеджера воздействия. То есть есть как можно заметить, логика TED-и она соответствует привычному графическому интерфейсу. Здесь нет ничего какого экстраординарного. Следующий loadcase это наша обшивка и тут необходимо перейти к понятию свободных нагрузок и нагрузок на элемент. В SophiePlus существуют эти нагрузки element loads и preloads. Свободные нагрузки и нагрузки на элемент. В чем основное отличие? Нагрузки на элемент это нагрузки привязаны к самому элементу какой-то структурной линии, структурной поверхности, структурной точке это в SophiePlus, в TED-и это соответственно конечный элемент балки, конечный элемент пластины, объемный конечный элемент, узел. И что важно, когда мы задаем нагрузки на элемент, при изменении формы элемента, например, формы пластины, либо удлинение стержня, перемещение узлов, нагрузка меняется вместе с этим элементом. То есть, если мы передвинем узел элемента, нагрузка потянется до вот этим узлом. от свободной нагрузки это нагрузки в зафиксированном положении пространства, которые проецируются заданными параметрами на нашу конструкцию. Например, какие-то ветровые нагрузки на low distribution area, то есть на область распределения нагрузки. они не привязаны к объекту, то есть если мы передвинем объект, нагрузка не будет меняться, она не меняется вместе с элементами. То есть здесь, скорее всего, нагрузки на элемент отображаются даже, скорее всего, как свойства элемента, они присваиваются к элементу, а свободные нагрузки это просто какая-то концепция нагрузки в пространстве, которое уже потом проецируется на наши конечные элементы и потом при расчете генерируется расчетная нагрузка в системе. У этих нагрузок разное описание в теде. Соответственно, я здесь вывела для свободных нагрузок и нагрузок на элемент. Мы сегодня посмотрим на оба типа нагрузок. Первый тип нагрузок это будет нагрузка на конечные элементы. Конечные элементы нашей системы это тип BIM. Соответственно, к созданию нагрузки в модуль Софилор соответствует названию команды в модуле Софимедж. BIM если мы поставим вот так просто прочерк это значит что приложится ко всем конечным элементам. Тип мы указываем направление нагрузки. Вот здесь если пролистать ко второй таблице в особе здесь подробно описаны типы то есть обозначение направления. Важно отметить, что если видите PXX это значит относится к глобальному глобальной системе координат. PX это локально то есть если у нас сдвоенные XX YX Z это глобально и на самом деле эта логика прослеживается по всем командам по всем модулям. Тип указания направления в направлении гравитации дальше нам необходимо указать значение на сходномерной нагрузке нам нужно просто указать PA потому что здесь можно указать в начале и в конце PA и PA 1,5 км по умолчанию но если вам необходимо удостовериться в каких единицах вы пишете или в каких-то других единицах измерения необходимо записать команду то можно вот так вот в квадратных скобках сразу после значения прописать единицы измерения. Следующее загружение третье это будет наша полезная нагрузка также приложим к балкам в направлении гравитации включения будет 2 но в данном случае я хочу приложить только к части конечных элементов конечно вы можете указать номера rom2 это от какого-то номера то есть например от первого конечного элемента до десятого соответствующим отпуском с единицей с твойкой то есть от первого до десятого с от 2 то есть каждый второй конечный элемент получит вот эту нагрузку но я хочу приложить данную нагрузку группе если будет группа 16 для того чтобы приложить этой группе мы прописываем эта группа 16 у нас данная группа не созданная создать это на самом деле достаточно просто прописываем модуль софимэрси группы которые хотим создать 11 группа полон то есть вертикальные элементы 16 палки вертикальные элементы и далее в команде структурной линии запишем еще один структ группы и соответственно добавим присвоим необходимые значения так таким образом к балкам мы приложили распределенную нагрузку 2 км на метр и приложим еще одну узловую нагрузку это команда node node в одном только узле я заранее посмотрела номера узлов node номер узла 1015 к примеру нужно здесь указать конкретный номер узла тип также все то же самое только тут не TA а B1 давайте посмотрим что у нас получилось соответственно можем посмотреть во-первых группы у нас поменялись нагрузках вводимая нагрузка то есть то что мы добавили здесь собственно веса не будет то только обшивка распределенная по всем скопилным элементам полтора км и полезная нагрузка только на балке распределенная по линии и также точечная нагрузка и последний последний нагрузок который я бы хотела создать это ветровые нагрузки двух направлений все прописываем то же самое ветер по x y у нас в другой плоскости рамы расположены и ветер мы создадим свободными нагрузками это также будет нагрузки по линии но это будут свободные нагрузки это уже другая команда команда line тут в принципе все аналогично опять же в софию класс preference то есть тип на который у нас будет прикладываться просто проектироваться нагрузка трупа балок балок то есть балочных бим конечно элементов в позиции номер указываем номер данной группы это наша колонна дальше направление проецирования по у и здесь очень важно необходимо указать узел номер узла к которому привязывается наша нагрузка у нас это будет первый узел и вот такая у нас треугольная нагрузка по высоте будет прикладываться у нас номер 1 узла с него она будет начинаться это очень важно потому что далее необходимо указать координаты данного координата данной линии это t1 это значение например t1 внизу у нас будет 0 а дальше идет три значения x y z в данном случае 0 0 0 от которой у нас будет пойдет наша линия второе значение у нас будет на высоте значение 2 кН и координата уже будет 0 0 минус 10 и последнее что необходимо указать это тип нашей нагрузки это его направление куда у нас будет направляться нагрузка и создадим похожую запись только в другом направлении и здесь покажу демонстрировать в чем вот эта особенность номера узла 31 ветер противоположного управления сейчас мы будем приказывать нагрузку уже отсюда то есть с права налево нам необходимо указать номер вот этого узла внизу это номер 4 и дальше отчет пойдет уже от номера 4 то есть нам не нужно вводить глобальные координаты мы так вот сдвигаем нашу систему координат для ввода вот этой линейной нагрузки есть вот такая небольшая особенность давайте посмотрим что у нас получилось ветер по у с левой на правой ветер у минус мы забыли поменять значение нагрузки должно быть в противоположном направлении вот пожалуйста ну и дальше уже для расчета нам нужно вызвать модуль ace он в принципе у нас уже есть этот блок мы просто вставим после модуля софи лод и здесь просто пропишем all то есть все и вот так очень быстро можно все посчитать вставить 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 на русском тусе большим университетом ветер и ветер так перейдем к формированию RSU это модуль максимум введем соответствующий заголовок пусть у нас будет по первой группе предельных состояний дальше можем вывести в отчет подробный вывод факторов с которыми суперпозировались те или иные в случае загружения и далее нам необходимо всего две команды команда call назначение правил комбинирования первое правило для первых предельных состояний и дальше нам необходимо указать тип суперпозиции это опция extra и вот здесь дальше возникает такой появляется такой камень просновения который также очевиден всем пользователям которые пользуются графическим интерфейсом что на самом деле в этом типе нет явного суперпозиции по российским нормам то есть все вот эти параметры это все суперпозиция правила сочетаний по еврокодам то есть да мы можем сказать что дизайн fundamental combination соответствует нашей первой группе предельных состояний а например характеристик combination соответствует второй группе предельных состояния и на самом деле для примера изучения основ нам этого достаточно поэтому мы напишем вот этот дизайн в типе это уже тип результатов также что это в первой предельных состояний вот это позиция это просто чтобы программа потом понимала какие все убрать для подбора и армирования проверки сечения по первой группе проверки сечения по второй вот это никакой математической скажем так смысловой нагрузки не несет гораздо важнее научиться работать именно с этими командами и понять их логику ну и чтобы закончить запись данной команды мы укажем опцию base это базовое значение номеров результирующих RSU то есть если я укажу 1 1 0 0 это значит что все RSU либо load кейсы которые будут появляться дальше в отчетах и которые начинаются с цифер 1 1 и дальше идут какие-то другие цифры они соответствуют нашей группе на группу предельных состояний что хочется сказать про вот этот камень предкновения да для нашего примера мы условно указали вот этот параметр DADY но на деле если вы хотите максимально корректно все задать по российским нормам во-первых это можно сделать практически интерфейс команды задачи в SSD все одинаковые Superposition Manager для задания правил комбинации и назначение правил комбинации по-моему задачи названия и комбинирование результатов либо суперпозиция на фузах результатов что-то в этом роде переводы просто ПТН меняют отверстие версии но я думаю пользователи которые уже имеют какой-то опыт цифистик безусловно видели эти задачи на деле чтобы вам задать все по PAD вы можете пользоваться двумя типами суперпозиции это стандартная где все оперироваться только лоид кейсами она бы проще в понимании но недостаточно точная и explicit defined combination то есть пользовательская комбинация подробно как создавать такие комбинации как создавать шаблоны для того чтобы ваши РСУ были согласны российским нормам у нас проходил вебинар особенности создания РСУ РСН в программном комплексе 200 согласно на Курске до действия оставляю данную ссылку на YouTube вы можете найти все в свободном доступе там я очень подробно объясняла все подводные камни которые могут быть в этом модуле все основные моменты все основные понятия я очень подробно разобрала поэтому настоятельно рекомендую его к просмотру если вас интересует данная тема ну а мы продолжим создавать наш код и следующая команда вы назначили правила суперпозиции дальше нам необходимо выполнить саму суперпозицию мы это команда sub суперпозиция прописываем соответственно правила комбинации это комбинирование это у нас первое дальше тип тип вывода цитатов тоже параметр экстра но уже имеет другое значение здесь мар ми то есть он будет выводить и максимальные и минимальные огибающие и дальше есть опция идти это очень полезная функция добавила совсем недавно дальше необходимо было прописывать каждое усилие каждый тип элемента по которому нужно вывести RSU понятно вы сейчас все это можете сделать но на практике это очень неудобно когда нужно прописывать в реальных объектах нужно прописывать все необходимые элементы то получается очень большой список и это неудобно и вот этого на самом деле достаточно чтобы создать отдельные RSU давайте создадим то же самое только по второй группе отдельных состояний и посмотрим в чем же там заключается отличие я добавлю номер 21 то есть тысячный и 2000 это разное RSU посчитаем наш максимум здесь уже результатов например усилием сечения документы и в ладкейсах у нас уже есть тысячные это первая группа отдельных состояний и двухтысячные по второй группе если мы сейчас зайдем в отчет у нас это команда R ладфактор она вывела следующую таблицу во-первых коэффициенты по воздействию вот тут выведены C0 C1 C2 и автоматически также выводится формула комбинирования R это первое группа предельных состояний а что здесь видно видно что есть одно лидирующее временное воздействие которое идет с гаммой 1 то есть без коэффициентов C и все остальные временные воздействия они идут с коэффициентом C0 то есть это отличается от российских норм где одно воздействие идет с коэффициентом 1 C1 равен 1 максимально лидирующим временное воздействие где остальные дальше идут второе C2 C2 и третье и все последующие C3 и в этом отличается основное отличие российских норм от еврокодов поэтому опять же настоятельно рекомендую посмотреть вебинар по РСУ а Софистик может у нее есть свой функционал вот это именно гибкость функционала в том числе и ТЭДе она позволяет добиться максимально корректной цеперпозиции по российским нормам и вот здесь вот то что мы вывели эхо-факт факторы уже выводят такие таблички с коэффициентами какие флоткейсы для каких РСУ с какими коэффициентами были приметы ну и закончим тему по нагрузкам это у нас последняя тема формирование расчетных сочетаний нагрузок они как я уже говорила не формируются в максимум они формируются в модуле либо в серфино либо в модуле эйс здесь я на самом деле чтобы ускорить процесс просто вставлю уже подготовленные мной строчки и прокомментирую первая опция создания расчетных сочетаний усилий то есть вариант 1 это через модуль Sophie Lott в данном случае у нас создается лоткейс 1000 с типом D вот тут очень важная пометка тип это обычно у нас наше воздействие но я не хочу например присваивать ему воздействие я хочу просто присвоить тип результатов чтобы он потом виделся при армировании например данной комбинации тогда нужно вот так вот в круглых скопах прописывать соответствующие типы D это ultimate design например первая группа предельных состояния и R соответственно это у нас вторая группа предельных состояний и далее очень похоже все в ace мы прописываем как обычно в модуле suffolod строчку loadcase писаем его номер и дальше по сути нам нужно писать bim node line и так далее но я просто хочу скопировать уже существующие loadcase с соответствующим коэффициентом для этого необходимо использовать команду copy она максимально проста для понимания copy скопировать номер в случае загружения 1 с коэффициентом фактором 1 и 1 и так далее то есть через f8 то есть копирование строчки можно таких строчек очень много создать можно в excel кстати генерировать просто вставить как текст модуль ace очень похож тот же самый принцип только есть небольшие различия во первых чтобы вставить собственный вес мы также используем команду d d z либо фактор d который я уже показывала это активация собственным весом в направлении либо acz либо гравитация потому что ее отдельно есть такая особенность кодз отдельно ее вот так не вставить и дальше чтобы вставить скопировать данный loadcase 1001 наши уже существующие единичные случаи закружения необходимо использовать не команду copy команды copy в модуле acer ace не существует для этого используется команда lcc из ней в ней то же самое прописывается номер и соответствующий коэффициент здесь я чтобы напомнить то что то что я показывала на прошлом вебинаре взяла вот такой табличный значение ну и небольшое такое замечание в ssd в графическом интерфейсе есть задача объединить нагрузки ну а сейчас 23 версия немножко поменялась выглядит по-другому но она всем знакома это очень доступная очень простая задача ее очень легко освоить ее функционал она соответствует команде copy она вызывает модуль sophилот модуль ася вот таким образом через графический интерфейс не создать но в чем преимущество данного способа через ася это то что во первых не надо вызывать отдельный модуль перегружать может быть расчетную расчетную характеристики либо если вам нужно быстро вот сейчас оперативно посчитать какой-то лодкейс комбинацию лодкейсов можно ее создать напрямую в модуле ася и это на мой взгляд намного быстрее и удобнее также можно вставить в ssd соответствующую команду соответствующую задачу всем редакторам и вот прописать такие небольшие строчки быстро и удобно для того чтобы все совершить рассчитаем нашу задачу здесь появилась ошибка ничего страшного не случилось просто ошиблась в нумерации лодкейсов посчитаем все сразу еще раз с самого начала и уже можно посмотреть результаты у нас здесь видно что появилась 1001 комбинация то есть то что мы создали в трассе например почему нет тысячный закономерный вопрос потому что мы ее не посчитали она есть в базе данных данная комбинация то есть если мы посмотрим скорее всего на русский вот она тысячная комбинация присутствует кстати можно вводить им также и название это все та же самая команда title опция title она везде присутствует в той же самой форме аналогично и вот то что я как раз таки говорила что с помощью команды LCC намного быстрее и эффективнее вот так вот рассчитывать создавать комбинации потому что не надо отдельно вызывать два модуля отдельно прописывать целый ряд команд то есть чтобы прочитать тысячную комбинацию нужно прописать в модуле AC еще одну стройку но я этого делать не буду в принципе вот и все что нужно было узнать про вот нагрузок конечно есть какие-то расширенные функции мы сейчас перейдем к некоторым из них по крайней мере но для того чтобы вот так вот создавать нагрузки или как-то ими оперировать в том числе и уметь читать код который создает софистик данных знаний достаточно итак перейдем уже непосредственно к демонстрации работы с нестационарными воздействиями то есть расширенным функциям которые у нас есть в третье в области динамического анализа под нестационарными нагрузками подразумеваются такие типы нагрузок которые меняются по времени неравномерно то есть в дискретном виде что могут это быть за нагрузки например это ветровые нагрузки какие-то ветровые скетки взрывные нагрузки ударные нагрузки или самые наверное очевидные какие-то сейсмические нагрузки которые описываются в виде акселограмм все эти нагрузки можно описать какой-то дискретной функцией то есть функции массива точек значения нагрузки по времени данную операцию можно выполнить в модуле Sophie Load и на примере той же самой рамы давайте посмотрим как это можно делать основная команда для этого операции это команда Func Function в данном примере я убрала все нагрузки кроме собственного детства с помощью факторов направления гравитации я это активировала как обычно и далее как нужно добавлять такую нагрузку создавать такую нагрузку во-первых та же самая команда LoadCase назначаем соответствующий номер и первое важное замечание необходимо добавить тип None вводим какое-то название нагрузки далее уже вводим саму нагрузку например в данном случае у нас это будет свободная нагрузка та же самая ветровая нагрузка которая у нас была неравномерная то есть в одном снизу она у нас будет равна нулю и вверху я и присвоила значение 0,2 просто для более репрезентативной картины в основном та же самая команда и далее вот это у нас основная нагрузка на которую потом будет домножаться наша функция далее с помощью команды func load function можно прописать время то есть шаг по времени и значение времени и значение нагрузки данной точки времени прописывать можно разными способами я выбрала самый базовый можно прописывать значение через точку запятой например и дальше писать один два опять точку в строчку в столбе как вам угодно можно добавлять такие значения но что это будут за значение это не будет значением конечным нагрузки которая будет прикладываться на самом деле вот эта функция команда панк она представляет собой функцию коэффициентов которые будут умножаться на базовое значение нагрузки которое мы здесь задали здесь к примеру кандидат другая другой способ записи у нас есть базовое значение нагрузки например 10 ньютонов и далее в 0 нагрузка будет равна 1 умножить на 10 0,0 секунду 0,6 умножить на 10 и так далее то есть базовое значение умножается на коэффициенты функции наших коэффициентов давайте посмотрим отчет данному модулю какая функция функция не имеет никакой фразы тяжести она необходима только для демонстрации здесь можно прочитать вот эту функцию это все фактор это не значение нагрузки даже видно что он без единиц отверения а потом уже когда вы можете посмотреть нагрузку от каждого шага расчетно там можно увидеть более-менее зависимость схемы чем проще понятнее какое было значение нагрузки ну и также если поиграть с значениями и менять вот эту артистику то можно например по перемещениям увидеть изменения соответствующие изменения что еще очень важно сказать про данную функцию она позволяет забирать не только дискретные массивы данных здесь есть очень много всяких пред определенных функций например функция от пешеходов периодические функции когда мы заперем амплитуду и период дальше можно посмотреть различные другие типы затухающие функции и так далее но и это еще не все если посмотреть пособие к модулю сухилот есть отдельная большая глава подвижные нагрузки где есть нагрузки от поездов от различных автомобилей грузовиков там даже есть какие-то нагрузки от военной техники все это подвижные нагрузки то есть они меняют все положение следующее ветровые нагрузки различные спектры необходимые для динамического ветра спектр дэвенпорта кстати тоже проходил недавно вебинар по пульсацию ветра в сатистике по российским нормам рекомендую посмотреть волновые нагрузки нагрузки от морской волны ну и снеговую нагрузку здесь они не динамические а статические далее по удобству использования данной функции или вообще какого-то кода в данной области есть различные пути для упрощения ввода этих значений то есть естественно никто не вводит эти значения вручную аксидограмму имеют тысячу точек их все так просто не пропечатать есть софистик можно создать отдельный файл на вексе далее под функцией и просто ссылаться на него я попозже еще покажу как это работает на другом примере ссылаться на него чтобы он просто вставлял автоматически этот файл рассчитывал его с других каких-то источников следующий важный момент это то что не обязательно каждый раз прописывать значение времени то есть не обязательно для каждой точки писать значение по времени если шаг по времени у нас одинаковый например здесь 0,02 секунды то тогда немножко меняется запись надо два раза прописать команду func сначала с двумя точками где определяется шаг по времени например в данном случае на целых на 2 и дальше просто прописать func f и прописывать просто значение нагрузки он уже автоматически поймет что это шаг по времени у нас равномерный также здесь оставляю короткое описание как вставлять массив данных в ваш код подробнее потом прокомментирую но мы вернемся к примеру с рамой далее просто чтобы это все просмотреть и посчитать существует следующий алгоритм действия во-первых необходимо прочитать все статические случаи загружения рассчитать собственные значения уже динамика но тут максимально все просто есть также задача как это все делать и следующий момент можно проинтегрировать эти функции то есть данная функция она должна быть проинтегрирована явным методом можно это выполнить с помощью двух модулей либо это модуль ace либо это модуль dino они выполняют глобально одну и ту же задачу но если вдаваться в детали у обоих модулев есть свои преимущества и недостатки по функционалу но что в этих модулях общего так это команда step это основная на самом деле команда для того чтобы выполнить интегрирование функция то есть прямой динамический анализ во временной области команда step описывает параметры численного интегрирования а именно количество шагов и их расчетных шагов и их характеристики она состоит из следующих основных позиций n это общее количество расчетных шагов например в данном примере 12000 то есть каждый шаг он будет обращаться к функции нагрузки и с этой функции с учетом предыдущего с учетом НДС от предыдущего расчетного шага он будет рассчитывать нашу систему и соответственно накапливать деформации к примеру следующая опция это ДТ размер каждого шага по времени то есть у нас 12000 шагов каждый шаг 0,01 секунда то есть на графике функции по времени по оси X то есть по оси времени каждый 0,01 секунды он будет обращаться к нашим функциям нагрузки следующий шаг вывода графических результатов то есть когда программе сохранять графические скажем так значения то есть те которые вводятся в аниматоры например или в винграфию это необходимо делать просто для оптимизации ваших расчетов потому что схемы даже на обычную какую-то трудовую схему посчитать занимаются очень много времени очень много места и естественно чтобы все это оптимизировать объем сохраняемых данных команда очень полезна и и последняя опция это выбор метода численного интегрирования стандартно это метод ньюмерка также там есть еще несколько методов и их параметров о том как именно считывать интегрировать данную функцию и интерполировать ее и вот к примеру если посмотреть на запись нашей команды количество шагов 12000 размер каждого шага 0,01 секунда это значит что общий размер временной области равен 120 секунд и при этом каждые 100 шагов будут выводиться результаты в аниматоре то есть каждый сотый шаг каждую секунду потому что 0,01 может 1 секунда каждую секунду у нас будет какой-то лодкейс где мы можем просмотреть эти результаты возвращаясь к нашему примеру у нас шаг 100 размер шага 0,01 секунды далее вот эта позиция она означает номер первого лодкейса с которого начнется расчет сохранения результатов далее очень также важный параметр в команде сис параметр tlc primary load case исходных в случае загружения откуда программа берет исходное напряженное дефирнированное состояние с которого она начинает считать у нас это собственный вес и далее с помощью такой вот записи создается load case 1000 и в него копируются соты то есть нельзя взять просто написать load case 100 тогда у программы не получится ничего посчитать и это значит целая запись означает что мы берем собственный вес напряженно заформированное состояние собственный вес как исходное считаем делаем анализ во временной области размером 10 секунд с выводом каждую секунду результатов аниматор и для этого берем график функции из load case 100 посчитаем весь этот пример можем зайти в аниматор это у нас окончательный вариант 10 секунд и вот начиная с 1001 можно вести вот так вот вот такую анимацию понятно что пример не совсем адекватный но для демонстрации результатов можно это этого достаточно как это все интегрировать в работу с офит плат понятно что мы не всегда считаем простые правила мы моделируем либо в Revit либо в Revit либо в Inoceros интерфейс для этого необходимо использовать как всегда интерфейс SSD и задтекстовые задачи 3 рассмотрим такой вариант четырехэтажная схема лидно-палочное перекрытие и колонны тоже достаточно простой пример моделировалось все в Surface класс была приложена здесь ветровая нагрузка также я создала здесь нелинейное основание круге основание которое не работает на постижение и ограничено вжатие и ветровую нагрузку чтобы продемонстрировать эффект вот этой нелинейности мы сейчас будем тоже с модулем Ace проводить такой динамический анализ причем динамический анализ у нас будет ненаменяющийся ветровую нагрузку рассмотрим наиболее часто встречающуюся дачу это расчет на акселограммы расчет будем проводить в Ace поэтому также продемонстрирую активацию физической и конструктивной нелинейности и соответственно динамический расчет во временной области с явным интегрированием в данном случае совместно с нелинейностью перед тем как прокомментировать задачи непосредственно по динамическому расчету необходимо понимать основные шаги подготовительные шаги для таких расчетов первое что необходимо сделать это рассчитать армирование на статические нагрузки то есть стандартный линейный анализ формирование РСУ первая вторая групп предельных состояний и стандартный расчет армирования это необходимо для того чтобы при расчете физической нелинейности у нас не было чисто сечения из бетона чтобы оно было из жилета бетона и соответственно в зонах где появляются трещины включалась работа арматура следующий шаг это рассчитать исходное напряженное деформирование состояния то есть для этого необходимо объединить нагрузки соответственно по второй группе предельных состояний так как мы считаем что на здание в процессе эксплуатации потом наступает землетрясение то есть уже есть какое-то исходное напряженное состояние с которого землетрясение начинается и выполнить соответственно нелинейный расчет на данный случай изображения по нелинейным расчетам также проводила вебинар по физической нелинейности в софистик также рекомендую его посмотреть для того чтобы понимать больше об данной теме нелинейности главное понимать что вот вот эта самая основная строчка sys rock non-linear nmat yes ну и еще вот данная строчка это выбор кривой материала которая учитывается при физической нелинейности вот с помощью вот такой записи у нас активируется физическая нелинейность в модуле расчет на физическую нелинейность если необходимо активировать еще и конструктивную нелинейность то можно копировать строчку и отдельно написать это вот по теории третьего порядка либо по теории второго порядка в зависимости от ваших требований можем рассчитать данный модуль пример конечно очень условный поэтому не найдено было равновесие но для демонстрации оно нам не помешает что я хотела здесь показать это то что можно в софистик отобразить именно эту физическую нелинейность можно увидеть как в пластилах квад элементов отключается сечение бетона и включается в работу армонтуры то есть это голубое это напряжение в армировании здесь видно что также видно что эпюра напряжения в бетоне она не линейная вот такое прямое идет плюс еще также есть немножко растяжение то есть видно что физическая нелинейность материала у нас активировалась давайте отключим конструктивную нелинейность оставим только физическую есть пример еще такой из уфрубого основания я его создала очень слабо чтобы можно было посмотреть напряжение в основании давайте посмотрим видно во первых здесь что ограничено все нольцер 1,5 мегапаскалей то что я ввела по параметру кругового основания выделим только фундаментную плиту фундаментную и видно что вот этот край он ограничивается нашим предельным значением то есть дальше не работает основание на сжатие это вот то самое нелинейное основание которое я имела ввиду это только у нас результаты по исходному НДС далее чтобы начать наш динамический расчет во-первых нужно вставить функции аксинограмм у меня это три текстовых выдачи трафики нагрузки по х по х и по z это наше ускорение для того чтобы все это вставить и программа рассчитывала был создан скопирован банальный массив из excel добавлено это все в модуль template просто текстовый модуль в sophistik чтобы писать там какой-то текст дальше с помощью параметра define можно задать блоки текстов под тем или иным названием в данном случае название ax и вот у нас блок текста или блок какого-то кода начинается он с нашей функции func и просто f можно вот так вот задавать нашим аксинограммам то же самое было сделано для направления по и и по z соответственно дальше когда мы прикладываем нагрузки все те же самые команды по использованию команды func здесь у нас постоянный шаг по времени 0,5 на 1 секунда и соответственно вставляем факторы то есть функцию коэффициентов с помощью опции include все вот эти переменные которые отображаются начинаются с точка решетка это специальные операторы в тенде они очень базовые для какого-то базового программирования они будут рассмотрены на следующем вебинаре последнем вебинаре нашей серии МКЭ анализ без границ касательно данного примера очень важны пару замечаний первое то что когда мы создаем лоткейс здесь нужно добавить тип E то есть сейсмическая нагрузка это необходимо для того чтобы потом выполнять суперпозицию и второе для того чтобы задать ускорение узла в основании не надо вводить их номера можно не надо создавать как-то их выбирать отдельно с помощью команды select есть специальная опция для данного случая это когда мы пишем type node а и тогда все что находится в основании оно будет к нему будет предложено соответственно данное ускорение то есть все узлы в основании они будут распознаны и к нему будет предложено соответствующее ускорение type node плюс надо вписать номер 0 вот именно если пишем номер 0 то тогда у нас все правильно считается в данном случае соответственно были созданы эти load кейсы в модуле Sophie Load и дальше уже блок для прямого интегрирования в басе очень похоже то что было в предыдущем примере только добавлено физическая нелинейность также что 100 шагов по одной секунде здесь уже все у нас посчитано функции графики функций аксельдограмм можно посмотреть в отчете по Sophie Load вот такие это реально кстати из практики аксельдограмм мы выполняли техническое сопровождение одного проекта и соответственно графики функций я взяла из того проекта и прямое интегрирование все было прощено мы можем соответственно посмотреть что у нас происходит с нашей функцией с нашим сооружением вот видно что оно ломается то есть если мы посчитаем сейчас прямое интегрирование еще раз можно увидеть следующую картину видно что на определенном шаге программа остановилась потому что несущая способность этого основания потому что она очень слабая она была достигнута и соответственно дальше программа не может найти равновесие вот она досчитала только до 24-го шага и видно что все основание просто вылетает также мы можем это все понаблюдать в винграфе как развивается наше напряжение в основании то есть видно что оно практически не работает нажатие ну если естественно виду реальное значение то картина поменяется что хотела еще показать это вывод графиков перемещения например либо усилий в result появилась очень отличная удобная функция мастер таблиц мастер диаграмм мастер таблиц и мастер диаграмм нам необходима диаграмма и вот здесь есть история по времени перемещения базе выбираются шаги интегрирования которое нам необходимо и выбирается узел в данном случае я выбирала 1047 седьмое это как раз в фундаменте в пятом скалоне можем посмотреть как это все выглядит окей видно что у нас перемещения улетают в небеса очень удобный функционал советую всем пользоваться раньше это надо было делать с помощью модуля DINR и сейчас это можно сделать с этим модулем там есть больше функций но для быстрого вывода результата для удобного вывода результата рекомендую пользоваться именно данной функцией сейчас у нас было все с модулем A7 есть еще второй модуль модуль DINR с которым также можно с помощью команды STEP выполнить вот это прямое интегрирование функции во временной HOP но здесь есть очень большие различия между модулем A7 и модулем DINR модуль DINR он предназначен для динамических задач в линейной постановке это значит что нелинейность пластин балок объемных элементов ну там есть исключение с объемными элементами это отдельная история нелинейная основание в том числе то что я сейчас показывала оно это нельзя делать вместе в DINR это необходимо делать только в A7 но при этом DINR имеет другие достоинства то чего нет в A7 в основном это такие типы анализа как модальный анализ пушевер анализ спектральный анализ гипотратичная суперпозиция результатов может быть выполнено в DINR контактный подвижный элемент здесь есть коконт в A7 есть мус это отдельная история остальные такие вещи как демпфирование демпфирование во временной области там есть различия небольшие но незначительные основная разница между DINR и A7 что DINR например предназначена для линейной динамики A7 для нелинейной соответственно это более сложные задачи можно решать в A7 но вот когда я говорю что предназначена для линейной динамики модуль DINR здесь кстати ошибка в слайде основание все не входит все может DINR DINR считает все линейно кроме пружин и шарниров то есть если у нас есть какая-то опорная часть полетного строения с линейным каким-то законом деформирования какие-то демпфера к примеру или еще что-то это DINR учитывает она может это учесть и она это очень хорошо считает то есть DINR она предназначена именно для вот таких для динамики для сейсмики это модуль именно для этого A7 он более общий покажу сейчас как тот же самый пример выглядит с модулем DINR пример аналогичный если отличается именно прямое интегрирование мы обращаемся к модулю DINR здесь PLC записывается в команде .weld соответственно тот же самый лодкейс 1001 далее каин 2002 это последующий лодкейс и команда step записывается аналогично плюс здесь также не надо ничего копировать никаких отдельных лодкейсов заправить можно просто вот так 3 этих функций 3 аксельмограммы прописать в результате у нас все считается линейным давайте все выбираем все шаги естественно не посчитались ничего не сломалось и амплитуду давайте здесь оно все выполняется опять линейная постановка тут если мы посмотрим на свойства кустины то видно что все материалы в линейной постановке считаются в данном случае можно вывести более приличные трафики функций ну вот к примеру перемещение в том же самом мысле здесь не задано никакое темпирование можете задать темпирование по динейл модаль но это уже для модального анализа здесь в дине именно функционал здесь предназначен для динамического анализа но в линейной постановке плюс также так как здесь есть модальный анализ для расчета динамического ветра также нужна дина опять же все ссылаюсь на вебинар по пульсации ветра если у кого-то есть желание смотрите также если вы хотите узнать больше о софистик либо каких-то других программных продуктов у нас есть наша платформа онлайн обучения килоньютон где очень много видео лекций курсов в том числе есть три курса по софистик где можно подчеркнуть очень много полезной информации более того у нас есть телеграм-каналы youtube-каналы где кстати будет выложен данный вебинар другие и другие ресурсы также есть в телеграме отдельный чат по софистик кто не добавился еще прошу призываю всех добавлять там очень активное сообщество кондителей софичат рус называется телеграм-канал ну и в заключение продемонстрирую что можно делать в данном случае это модель дина для того чтобы закончить вебинар на такой ноте вдохновения в данном случае это стандартный пример от разработчиков расчет рассчитывалось реальное полетное строение моделирование все было смоделировано из объемных конечных элементов и вот здесь сейчас можно наблюдать как включаются в работу пружины то есть наши опорные части также они заданы с нелинейным законом работы нагрузка также от аксилограмма в трех направлениях пример Fex Bridge Earthquake это дина вот такие интересные задачи интересные результаты можно получать с использованием программного комплекса SOFiSTIC на этом все большое спасибо за внимание если у вас есть какие-то вопросы то пожалуйста пишите в чат вебинара я постараюсь на них ответить так пожалуйста если у вас есть какие-то вопросы то пишите вопросов нет поэтому закончим наш вебинар если они появятся впоследствии по данной тематике либо по каким-то другим тематикам связанных SOFiSTIC пишите мне на почту пишите на нашу общую почту я всегда буду рада вам помочь большое спасибо за ваше время желаю всем хорошего дня и успехов в работе в том числе и с SOFiSTIC